Совместный сон во время грудного вскармливания вопрос спорный и делит мам на тех, кто за и против. Но после его окончания споров не меньше. В каком возрасте положено переселять малыша в собственную кроватку и в детскую? Спать ли вместе в период ночных кошмаров? И когда совместный сон грозит ребенку серьезными психологическими проблемами? ГВ окончена, пора в свою кроватку. Период грудного вскармливания спать вместе с ребенком просто удобно. Не нужно просыпаться и вставать на его плач. Хотя многие мамы принимают решение сразу укладывать малыша в отдельной кроватке. Вместе они не спят ни одного дня, поэтому и приводить ребенка в кроватку нет необходимости. Нейропсихологи советуют быть вместе с младенцем как можно больше в первый год жизни. Это важное время для установления эмоциональной связи с мамой. Но они считают допустимым перевести ребенка в отдельную кроватку сразу после завершения грудного кормления. Ведь спать вместе с родителями уже нет необходимости. Психологи же сходятся во мнении, что оптимальный возраст для перехода в собственную комнату 3 года. Но в любом случае готовность к переменам определяется по реакции на них малыша. Она не должна быть резко негативной. Проблема в том, что именно на возраст трех ряд приходится серьезный личностный кризис. Уже только из-за него ребенок может быть недоволен переездом в детскую. Дело в том, что приблизительно в 3 года у ребенка возникает кризис первого яркого выражения собственного «я». Многие дети начинают закатывать истерики, давать отказ в ответ на любую просьбу. В таком случае можно сказать ребенку, что все остальные детки взрослеют и спят отдельно, а он еще маленький, поэтому может спать с мамой. Вполне вероятно, что в своем стремлении к индивидуальности ребенок самостоятельно пойдет спать в другую комнату, хотя бы в знак протеста. Ночные страхи и кошмары обычно появляются в возрасте от 3 до 6 лет. Ребенок может проснуться с плачем после страшного сна или даже кричать с открытыми глазами, но не просыпаясь. Такие ситуации, конечно, заставляют родителей волноваться, но это не повод спать вместе с ребенком постоянно. Если ребенок боится ночных кошмаров, то во время засыпания волнуется, ведет себя беспокойно, ему может потребоваться больше времени для отхода ко сну. Лучше, если в такие моменты родители будут рядом, даже если до этого малыш спокойно засыпал сам в одиночестве. Нет ничего плохого в том, чтобы дети приходили к родителям под утро, ведь обычно кошмары снятся в период с 4 до 6 утра. Но нейропсихолог Анатолий Белоусов подчеркивает, что спать с детьми постоянно при этом совсем не обязательно. Это может негативно отразиться на взаимоотношениях между матерью и отцом, что косвенно скажется на психическом благополучии ребенка. Когда совместный сон не норма. Считается, что до 7 лет с мальчиками и до 11 с девочками матери спать вполне допустимо. Серьезных психологических проблем из-за этого не случится. Но нейропсихолог Анатолий Белоусов отмечает, что чем старше ребенок, тем тяжелее будет переход на сон в разных кроватях и комнатах. А вот после этого возраста совместный сон детей и родителей он считает вредным. В будущем это может поплечь за собой личностные проблемы, проблемы в сексуальной жизни, трудности формирования семейных отношений. И особого внимания заслуживает совместный сон родителей-одиночек и разведенных с детьми противоположного пола. Даже если в этом нет никакого сексуального подтекста, дети подсознательно примеряют на себя роль супруга. Мальчики мужа для мамы-одиночки, а девочки жены для папы-одиночки. Это грозит серьезными проблемами в личных отношениях, причем и в будущем у ребенка, и в настоящем у родителя. Стоит избегать подобных ситуаций даже с малышами, не говоря уже о детях 7-12 лет. Самостоятельный сон – это важный этап взросления, через который проходят все дети. Важно обеспечить им безопасность и комфорт. Ребенок должен знать, что родители рядом и придут на помощь, если ему приснится кошмар или что-то напугает. Но при этом он достаточно взрослый, чтобы спать отдельно, да и здоровым отношениям между супругами это тоже пойдет на пользу.